Из всех искусств для нас важнейшим является кино, сказал однажды Владимир Ильич в разговоре с Луначарским. И будущее показало, насколько он прав. Одна из международных научных лабораторий, занимающаяся изучением воздействия кино и телевидения на сознание человека, изучив тысячи кино зрителей, пришла к неожиданным и прямо-таки сенсационным результатам. Оказывается, под воздействием кино человек незаметно для себя меняется. Изменяются его вкусы, привычки, характер и даже внешний вид. Так, например, группе зрителей в течение года показывали только вестерны, после чего 20% из них стали ковбоями. Десять приговорены к различным срокам заключения за стрельбу в общественных местах из огнестрельного оружия. Несколько человек сломали себе шею, пытаясь повторить трюки конных наездников, а две трети зрителей начали носить широкополные шляпы, высокие сапоги со шпорами, толстые ремни с массивными пряжками, а многие даже завели лошадей. Другой группе зрителей показывали исключительные фильмы ужасов про лупырей, вампиров, пришельцев и всякую вечество. В результате часть испытуемых, вообразив себя вампирами, стали нападать на людей с целью утолить жажду крови. Все они оказались в психиатрической лечебнице. Туда же попали и те, у кого возникли истерические припадки, галлюцинации и мания преследования. Некоторые стали прихожанами церкви сатаны и начали открыто поклоняться дьяволу. То же влияние кино испытывали на себе зрители кинотеатров советского времени. Фильмы звали советских людей на трудовые подвиги, на защиту Родины, на построение коммунизма. Они призывали быть бдительными, ведь враг не дремлет. Одни из них выходили из зала с нахановцами, другие – чкаловцами, третьи – корчагинцами, четвертые – ленинцами, а некоторые – чекистами. Группа современных подростков с энтузиазмом согласилась участвовать в эксперименте. Тем более, что им давали бесплатный попкорн и бесплатно показывали десятки современных развлекательных фильмов без особых проблем и мыслей, с калейдоскопом сменяющихся кадров и простыми шутками, рассчитанными на животный смех. В результате, после двух месяцев массированного киновоздействия, у молодых людей стали наблюдаться изменения в поведении, речи и даже во внешности. В настоящее время этот эксперимент над людьми успешно продолжается.